Я хотела предоставить слово Солачеву Андрею, который расскажет, какие есть намерения группа МВБ по созданию МВБ-ТС, по созданию ревизитария и какие услуги он готов будет оказывать, и самая главная программа. Мне кажется, как раз все ждут, на самом деле, ответ на один вопрос. Когда? Я больше вам вообще ничего не говорить. Ну, я могу начать с Кангария, просто прекратить. Но, коллеги, я написал три слайда, даже не я написал, просил коллег технического бизнеса, написал три слайда, чтобы было понятие. На самом деле, они исходили из обсуждения, которые мы имели в своей истории, исходили из того, чтобы нам хотелось. Но на самом деле, далеко не факт, что так получится. Почему? Потому что последнее обсуждение, которое сейчас тоже сейчас будет за столом, касательно того, как же правильно все-таки регистрировать с одной стороны без двух и нужный мэшинг, пришли привели к тому, что было бы очень круто сделать с одной стороны, чтобы избежать проблем все это с мэшингом. Но далеко не всегда стороны договорятся, кто из них должен рассчитывать, и, соответственно, можно назначить формирующее лицо. Но, в конечном итоге, модель сама все равно особо не поменяется. И она будет выглядеть, примерно, вот таким вот образом, как нарисована на этой картинке. Вот, соответственно, те стрелочки, которые темные, это то, что предполагается сделать в том сроку, который я озвучу ближе к концу, чтобы было интереснейшим поддерживать какой-то инклик. Вот, соответственно, концепция достаточно банальная. Единственное, неожиданность для многих в этой картинке будет, что от Александра говорил о том, что законы возможно срок бежит клиент. Наш, в идее, в том числе, предполагается, у нас будет и клиент, и биржу участниц в этом процессе. Так, дело в том, что у биржи в настоящий момент существует действительно качественный продукт, который используется для отсчета, он не бежит сделать на этом, по ценным бумагам, и который при, исходя из понимания технических составляющих, достаточно, ну, нелегко, а, скажем так, имеет возможность дальше детаптировать для нужд уже репрезитария. Соответственно, в связи с этим, было принято решение, что наиболее быстро и оперативно может реализоваться репрезия объединенная биржа непосредственно станет агентом репрезитария, которым, в конечном итоге, будет непосредственно уже рациональный расчетный репрезитарий. Соответственно, модель будет выглядеть по потоку информации формально именно таким образом, потому что, соответственно, стороны, о которых, опять, информируют, что там, не обе, если они не договорились по ничему, то рекомендуется, конечно, договориться, но это уже как получится. Они, соответственно, используя систему, предоставляя вам биржи, информируют данные, как проповаряют реестр, который ведет на данным расчетным репрезитариям, Ну и дальше, соответственно, я на третий этот реестр, слово уходит, я не буду говорить, мы скажем так, доступ к нему появляется в ФСФ, вопрос доступа в ФСФ к этому реестру и того, как самолистов по этому вопросу мы еще предполагаем обсуждать, потому что здесь очень много вопросов технических. Саша меня тут попытался напугать, когда сказал, что у него есть одно маленькое, точнее, это было огромное уточнение, касательно того, что все, что было с 19 числа и закрыто, не надо уведомлять, потому что если бы это было почитывать, то я бы вам просто сказал, что сроки всех, которые я слушал, они, в принципе, не такие, потому что самая страшная тема с точки зрения реализации нашей, это если возникает огромный класс информации, которую нужно неожиданно куда-то отправить. Буквально вчера обсуждал с коллегами проблемы, связанные с подобными сделками, то, что я бы очень хотел, чтобы мы подсуждали, но времени особенного не будет, это тематика того, что коллеги из Банка России очень хотят получать возделочно, а это очень серьезный вопрос, ключевой вопрос, в том числе, с точки зрения технической реализации для нас. Соответственно, вопрос организации, договорных отношений достаточно банальный, он будет во многом зависит от того, какую технологию мы будем использовать, но, скорее всего, биржа будет предлагать два варианта. Это будет и использование системы ВИДО, и создание личного кабинета с использованием МСП, может быть, соответствующим образом предоставить данные. И тот и тот вариант, скорее всего, будет реализован, и поэтому, если вы выбираете и тот, то, соответственно, необходимо будет присоединяться к системе, и то, соответственно, все остальное достаточно банально. Последний слайд, который показывает, собственно говоря, что действительно будет в каком элементе находиться, он принципиально для понимания того, как это будет организовано. Соответственно, сама система отчета ОТС будет предполагать, что будет некий импорт данных бэк-офиса, или, что является на самом деле, Саша, что это не ключевым, если люди будут использовать какие-либо, назовемые, так, системы аналогичные админизаторам торговли, или что-то подобное, связанные с котированием системы Bloomberg Reuters и так далее, то план, который есть у нас, и серьезная задача поставления предоставления подразделения, обеспечить соответствующую интеграцию и соответствующие церемонизм. Иначе реализация будет намного медленнее, намного осложнение последователей участников рынка. Теперь, по всему вопросу, когда же биржа готова будет дать эти соответствующие интерфейсы? Соответственно, то, о чем мы, по крайней мере, договорились сюда внутри биржа, мы все говорили, что это крайне жаркие сроки, но удалось добиться от коллег, что они готовы за них и как-то отвечать. Это первое, это описание смельболей, переглавленный от обмена, который, думаю, мы будем готовы предоставить участникам рынка уже для серьезной работы, появляется срок Т плюс 3 месяца. Т – это момент, когда мы понимаем последнюю редакцию полей, которые будут приняты коллегам СССР. Ну, я ориентируюсь, наверное, где-то на начало середины марка. При этом хочу попросить всех, кто, соответственно, сильно в этом заинтересован, буквально там, начиная уже с конца декабря, выйти на связь с биржей, с НРД. Почему? Потому что, непосредственно, даже при разработке требований, требований к самым полям, требований, непосредственно к самому механизму, к самому рекламенту, требуются консультации с вашими же специалистами. Это будет имя Стеринар. Когда мы готовы, будем дать уже прототип для тестирования. Для тестирования – прототип по срокам ориентируем на Т плюс 5. То есть, это где-то середина марка. И, наконец, в бой, когда это будет, скорее всего, улетено в бой, мы ориентируемся на то, что мы взяли на Т плюс 6, или срок 1 июля 2012 года. Это строй, на который мы в настоящий момент ориентируемся. Сумеренность юстики или нет, я не знаю. Но мы будем стараться сделать по максимуму. Стрелочки, которые беленькие, это идеальная картинка будущего. То, что нам бы хотелось видеть в 2013 году, с учетом озвучившей Татьяны Михайловны тематика обязательств России больше 20, и тема центрального контрагента. Соответственно, отдельной задачей стоит интеграция всей системы центрального контрагента, перевод обязательств по УДС сделкам на руку вручение на климинг, и общее портфельное марширование бежевых и небежевых сделок. Эти разговоры, опять же, в дискуссии можно нельзя стандартизировать. По умению рисковиков ММВ и ФТС можно стандартизировать некоторые вещи и использовать в общем портфельном маршировании. Но не все. Это полный право. Поэтому, коллеги, есть большое желание, чтобы через год мы обсуждали... Татьяна Михайловна сказал, что год назад обсуждали, что это произошло. Вот очень хорошо, чтобы через год мы обсуждали, мы первые люди запустились и обсуждали, какие у нас первые результаты. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok